Друзья, здравствуйте! Вы на канале Русма Ченнел. Друзья, всем доброе утро! Я вас приветствую! Сегодня у нас начинается новая серия, новая эпопея, так сказать, по замене лобового стекла, которое, как вы помните, у нас с трещиной. Вот такая, не знаю, видно вам или не видно, трещина. Она когда-то начиналась и прошла через все стекло до самого пассажира. Значит, я заявил в страховую компанию, у меня каска, значит, они зарегистрировали, еду. Сегодня еду я в сервис, который направили, это официальный дилер Автопродикс на Руставели. Значит, назначили, сегодня субботу у нас назначили на 11 утра, осмотр, заявление и так далее, и так далее. Ну, потом дальше я расскажу, там, скорее всего, возможно, согласование со страховой будет, заказ стекла, если, конечно, сейчас в нынешних ситуациях они есть в наличии. Ну, и дальше будут, наверное, замены. Франшиза у меня составляет 15 тысяч рублей по этой страховке, то есть 15 тысяч я должен буду внести в кассу, остальное, если сверх этого будет, это уже страховая восполнит. Все, друзья, отправляюсь я в сервис, о дальнейшем буду рассказывать, держать вас в курсе. Так, друзья, ну, 10 минут буквально, если без пробок от моего дома ехать, вот улица Руставели проходит, вот салон Ниссан. Я подъехал, сейчас захожу внутрь, иду в кузовной участок, и будем там заниматься моей проблемой. Друзья, ну, в общем, вернулся я домой, все на все, про все, наверное, полчаса заняло там пребывание. Значит, вышел страховой агент, заполнили мы с ней ДТП, заявление и так далее. В общем, все, она сканировала документы, полис КАСКО, ПТС, и, а, в связи с регистрацией, права. В общем, вышла, сфотографировала, действительно оказался скол. Вот если приглядеться с той стороны, вот прямо в самом-самом-самом миллиметре каком-то от резинки был маленький скол, и от него пошло тырк-тырк, и все, и дальше все разошлось. Значит, все-таки было повреждение камнем или каким-то предметом. Я, по-правде говоря, не заметил, не услышал, ну, мало ли, музыка бывает играет или еще что-то. Значит, друзья, ситуация по стеклам такая, ничего не обещают, значит, жду смс от того, что подтверждает страховая, дальше направляют запрос в Nissan, значит, стекло, когда это будет ждать? Может, месяц, может, три, может, год, никто ничего не знает. Говорит, стекол нигде почти нету, никаких запчастей почти нету, так что, ну, в принципе, что делать? Будем ждать хотя бы так. Буду вам периодически записывать, напомню, сегодня у нас 9 апреля, 9 апреля, посмотрим, сколько все это продлится. Друзья, всем доброе утро. Продолжение видео долгожданное о замене лобового стекла в моей машине. Как вы видите, деревья желтые, а это значит уже осень. Значит, прошло примерно полгода, последнее, наверное, было мои там видео, там, кусочки, когда я посвящал насчет стекла автосалон Nissan, это было, наверное, где-то апрель месяц или май. В общем, с тех пор было много созвонов, ну, как, хотя бы раз в месяц были созвоны. Вот, все кормили обещаниями, обещаниями, ждите, ждите. Ну, я уехал в отпуск в сентябре, уже думал, приеду с отпуска и заберу деньги обратно, потому что стекла нету. И только я уехал в отпуск, через два дня позвонили, ваше стекло пришло. Вот, сегодня, значит, 11 октября, 11 октября, последний раз, по-моему, в апреле, если не ошибаюсь, я там была. 11 октября, я записался на сегодня, еду на замену стекла, еду на Дунайский проспект, салон Infinity, туда страховая, так, на правило. Вот, это официальный дилер, стекло должно быть тоже оригинальное, я надеюсь, все будет нормально. В общем, записался на полодиннадцатого, я сейчас на кольцевой дороге еду, примерно показывает еще 40 минут ехать до автосалона. Сдаю сегодня машину, ну, а дальше там потом расскажу. Скорее всего, сказали на сутки, завтра, наверное, ее забирать придется. Вот, потом посмотрим заодно, что там нам сделали, и как качественно, и что за стекло вообще поставили. Друзья, доброе утро. Сегодня утро следующего дня, 12 октября. Напомню, вчера я 11-го сдал машину на замену лобового стекла. Сегодня ее еду забирать. Сейчас еду, иду пешком до метро, а потом до станции метро Звездная еду на Дунайский проспект к официальному дилеру, где у меня машина стоит на ремонте. Посмотрим уже на месте, что там получилось. Сказали приехать сегодня к 11 утра. Надеюсь, все сделали нормально. Посмотрим на месте. Друзья, я уже на Звездной. Вот, подошел. У меня машина здесь, автосалон Инфинити, ремонтировалась. Захожу сейчас в салон, и будем узнавать, готовы ли или нет. Друзья, машину мне выдали. Понятно, что не идеально помыто, а так, ну, все равно приятно. Машина чистая, более-менее. Вот мое новое лобовое стекло. Новые щетки мне поставили. То, что я купил. Финокс, по-моему, называется. Ну, понятно, что не оригинальные. За 1200 купил. Вот стекло мое новое лобовое. Рено-Ниссан. Фирменное стекло. 22-го года выпуска. Надеюсь, прослужит дольше. Так, залезаем в машину. Так, изнутри, друзья, вид. Все нормально. Стекло, это зеркало приклеено. Сигналка у меня стояла вот здесь, правда. Ну, переклеили сюда поближе. Провод мой для регистратора здесь. В принципе, все. Стекло непривычно чистое. Оно тоже с нитями подогрева. На этом, наверное, все. Буду выдвигаться в сторону дома. Проблема небольшая в том, друзья, что я забыл сегодня телефон дома. А я в этот район не очень знаком. Совсем почти не знаком. И как без навигатора добираться? Сейчас спрошу, как выехать на Кольцевую примерно здесь. В общем, вот так вот. Буду вслепую. Друзья, все оказалось намного проще на Кольцевой доехать. Там, оказывается, рядом с салоном Московский проспект. Московское шоссе проходит. В общем, километр-полтора проехал прямо и просто заехал на кольцо. Ну, слава богу, не пришлось крутиться там через город или как-то еще. Значит, хотел бы вам еще сказать, что, значит, 26 тысяч примерно счет я подписал для страховой. Напомню, из них 15 тысяч мои. Это франшиза. Ну и получается 11 тысяч страховая доплачивает. Так что вот, такое стекло. Ну и 6 месяцев ожидания. Еду, конечно, наслаждаюсь, потому что я за полгода уже устал от этой трещины. Она прямо напротив глаз была. На солнце бликовало. А сейчас стекло еще новое, чистое. Посмотрите, такой объем хороший. Все это видно. Дай бог, что будет работать. Долго служить и беспроблемно. Все, друзья, на этом я заканчиваю видео, посвященное вот этой эпопее со стеклом, которая продолжалась полгода. Слава богу, оно закончилось удачно. Пишите, спрашивайте. Буду вас держать в курсе дела. Дальше про машину, про ее технические особенности, про эксплуатацию. Всего доброго. До новых встреч. Ну и куда же, друзья, кольцевая без аварии? Пробка растянулась километра на 2-3, наверное. Собралось тут куча машин. Вот такие тут дела. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова